Ну, руководители Соединенных Штатов и здесь руководители, как бы, да, в России, в том числе, в Советском Союзе, всегда было соперничество, какое-то соперничество. Например, во Второй мировой войне, когда они были союзниками, то есть мы были когда союзниками, тоже, как бы, чувствовалось какое-то напряжение соперничества между товарищем Сталиным и, как бы, президентом их, Рузвельтом, потом Езим Хавером тоже. То есть всегда это чувство. Но при Хрущеве, мне кажется, сложилась холодная война, вот эта тема пошла, да, в кавычках. Можно сказать. И с тех пор, вот, кто не приходил к ним, кто к нам не приходил, ну, оставалось какое-то напряжение. Ну, мне кажется, вот, в 70-х годах, вот, вот, дальновидность и стабильность Леонида Ильича как-то вот так позволила стабильности, да, что, вот, какое-то понятие было. Так же и в конце 90-х годах, когда Борис Николаевич здесь был президентом, а там Клинтон, и тогда была тоже какая-то стабильность. Я вот чувствовал между ними напряжение, она, да, было там вопрос Югославии, было вопрос там Чечне, там какие-то, но были там свои какие-то нюансы. Но, мне кажется, Клинтон старался что-то, я, это мое мнение, старался, что не напрягать ситуацию, как и Борис Николаевич, то есть это выгназал. Но, конечно, как с роли Путина, конечно, он сильный лидер в своем, как в сегменте, я так считаю. Он останется по-любому в истории, как бы, не только в России, но в мировой политике, геополитике, вот, и, как бы, в Америке тоже у Обамы своя роль, своя роль, да, у Обамы свои качества есть, конечно, но я не сказал бы слишком какие-то, как бы, харизматичные. У него есть в своем юридическом плане, как называют юристы, там, я чуть-чуть забыл, как правильно говорить, то есть он ораторский, молодец в этом плане, то есть очень адекватный, очень дальновидный. Но некоторые его ругают, что он нерешительный в геополитике, где-то в каком-то вопрос он нерешительный, например. Но его нерешительный, а некоторые говорят, его нерешительность это его козыр, то есть в этом плане он подождет, якобы, и сделает выводы, и потом пойдет дальше развиваться, да. Ну, позиция Путина, он не просто Россию защищает, он защищает и сугубо интересы территорий, ну, как назовем Россию, то есть про политика, про, там. Про, как бы, расширение НАТО на Восток, то есть тема. Это очень чувствительные позиции, и мне кажется, это не личная, как бы, позиция Путина, что защищает, это личная позиция, ну, сообщества, которое пока не готов, я к которому сказал только что, да. И мне кажется, Путина тоже надо понимать, я так думаю, вот, в этом плане. А на самом деле, он, его авторитет действительно искажаем, так же его, собственно, когда и прибывают, все говорят о нем, и в Африке тоже говорят, то есть он останется, он по-любому настоящий лидер в этом плане. И он, понимая лидера, он, мне кажется, не давит на своего соперника, и хотя чувствует соперника, хотя они не признают друг друга, но между ними приятно смотреть, когда они встречаются, или когда они, там, друг другу, там, заявление делают, как бы, в этом плане интересы. Мне кажется, еще много будет интересного. Это мое чувство мнения. Мое чувство мнения.